Продолжение следует... И каковы будут новые правила в сфере торговли приграничных районов? И в какую сторону изменится их жизнь? 29-летняя Джумагуль живет в селе Карабак в Баткинской области, которая находится на границе с Таджикистаном. Хотя она и получила высшее педагогическое образование, но ни дня не проработала в школе. Чтобы прокормить троих детей, они с мужем занимаются неофициально зарегистрированным бизнесом. Они берут на откорм 10 коров. После набора нужного веса семья продает их таджикским покупателям. Затем покупают заново, откармливают и продают. Вырученных денег им хватает не только на жизнь, но и на покупку нового дома. Разговоры о таможенном союзе в последнее время очень беспокоят Джумагуль. Непонятно, что и как будет дальше. Корм для скота мы покупаем в Таджикистане. Бывает по-всякому. Одна корова набирает вес за один месяц. Другой понадобится два месяца, чтобы набрать нужный вес. Как только коровы готовятся к продаже, покупатели забирают их прямо из дома. Вот войдем мы в таможенный союз, говорят, что границы закроют. Для нас это непонятно, как будет дальше. Голова кругом идет от этого. Говорит она. Хотя пастбище Баткенской области и невелики, люди, занимающихся откормом скота, много. Большая часть населения, хотя и не имеет своих ферм, занимается откормом скота, чтобы иметь дополнительный доход. Жители приграничных с Таджикистаном территорий специально держат скот для откорма и перепродажи на убой. Иногда баткенцы покупают скот в Чуйской области и перепродают в Таджикистан. Муж Джумаггуль Махсатбек, узнав, что в Кыргызстан входит таможенный союз, опасается, что потеряет своих покупателей. Если это случится, то нам придется, несмотря на кризис в России, ехать туда на заработки. Если наш скот перестанут покупать в Таджикистане, то мы останемся без средств к существованию. У нас не очень хорошо покупают. Только с таджикскими покупателями у нас идет хорошая торговля. Пока мы не очень знаем условия вхождения в таможенный союз, если остановится наша работа, то мы вынуждены будем уехать в Россию. Говорит он. Баткенская область в общей сложности имеет 130 тысяч голов крупного рогатого скота и полтора миллиона голов мелкого. В регионе те, кто занимается скотоводством, строят свой бизнес на торговле с таджикскими покупателями. Кыргызские санитарные и фитосанитарные инспекции уже начали готовиться к условиям входа в таможенный союз. На приграничных постах начали ставить специальные лаборатории. Будет контролироваться исполнение необходимых условий для вхождения в таможенный союз. По требованию вхождения в союз на постах Кызылбель и Кайрагач в Баткенской области, что ограничат с Таджикистаном, уже начали улучшать ветеринарные и фитосанитарные наблюдательные пункты. Главный ветеринарный инспектор нашей республики Ашарбаджу Супов доложил, что к маю месяца всё будет готово и что работать будем по новым условиям. Наши рабочие планы по закрытию приграничных постов и по оснащению оборудованием идут полным ходом. С этой цели для проверки готовности мы и приехали в Баткенскую область. За 3-4 месяца мы должны наладить здесь работу по всем требованиям перехода в таможенный союз. Говорит он. В Баткенском и Лейлекском районах, где смешались два государства, невозможно контролировать каждый шаг людей. У нас имеется только два приграничных поста международного уровня. Остальные, можно сказать, малоконтролируемы. При граничных зонах движение цен товаров, возимых и вывозимых мелкими бизнесменами с обеих сторон, было предсказуемо. А после того, как закрыли границы на 2 месяца, на очень стало ощутимо. Местный эксперт Нурболот Мадымаров говорит, что решение вопроса о вхождении в таможенный союз все было решено только на бумаге, а с реальной стороны жизни региона не было учтено. Говоря о таможенном союзе, мы сразу подписываемся, а механизмы его воплощения в жизнь остаются нерешенными. В данное время остаются нерешенными и открытыми вопросы, связанные с условиями для бизнесменов и торговцев, которые нас кормят. Кто их будет защищать? До какой отметки могут подняться цены? Непонятно. Кыргызстан выбрал четыре стандарта подготовки ветеринаров, и теперь неясно, по каким стандартам они будут работать, хватит ли подготовленных кадров, потому что многие из-за низкой заработной платы ушли в другие сферы деятельности. Жительница села Самарканде, который граничит с таджикским городом Исфана, Сапаргулиджи, не может представить себе жизни без взаимоотношений с таджикской стороной, потому что многие товары на повседневные нужды она покупает на рынке соседнего государства. Кыргызстан войдет в таможенный союз, в связи с чем усилится контроль на границе. Любая связь прекратится. Границу будут контролировать и другие государства. Слышит она подобную информацию из разных источников. Ее волнует. Как же жить дальше? Поднимутся ли цены? Как повлияют новые правила на ее жизнь? Ни один человек не объяснял людям нормально, как это должно быть и как будет. Общественные слушания не проводились. Наша повседневная жизнь тесно связана с соседями. Покупаем продукты, что-то продаем мы. Говорят, после входа в таможенный союз границу закроют и охранять будут русские. Какими на самом деле будут условия, нам никто не объяснял. Если Баткенская область граничит с Таджикистаном на протяжении 600 километров, то на 70% этой территории граница до сих пор не закреплена, а только условно намечена. На границах двух государств довольно существенные экономические связи, торговля и так далее. Но на такие важные вопросы местного значения ответа пока нет. И никакой разъяснительной работы, никакого обсуждения до сих пор не проводилось. Население Баткенской области по образу жизни тесно связано с населением соседнего государства, но по условиям вхождения в таможенный союз не имеет официальных объяснений. Из-за этого у него много вопросов, которые, к сожалению, до сих пор остаются без ответа. Материал подготовил специально для IWPR Джени Шайдаров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!